Цель проведения пресс-конференции, впрочем, как и самого дня, более чем очевидна. Предотвратить ужасное преступление, которое человек совершает против себя, а также обратить внимание людей на случаи самоубийств. Среди тех, кто в особой зоне риска, остаются подростки, чья психика еще до конца не окрепла. Неразделенная любовь, двойки в дневнике, издевательства в школе, группы смерти в интернете. Проблема подросткового суицида сегодня остается актуальной. Подросткового суицида не так много, но есть некая тенденция, вы знаете, эта история с интернетом, немножко история с интернетом, она, конечно, здесь дала несколько случаев даже нашей близкой области, к сожалению. Потому что подростки, они сами с неустойчивым взглядом на мир, с неустойчивыми ценностями, убеждениями, поэтому, конечно, их проще всего немножко сдвинуть, немножко как-то спровоцировать на какие-то действия, которые они совсем понимают, чем это чревато. Но, к сожалению, есть. Поэтому наша задача, конечно, здесь, в этой сфере, как-то, ну, устранять те каналы, где подросткам могут навязываться какие-то неправильные ценности. Нарушение сна и питания, смена настроения и поведения – это могут быть первые звоночки того, что человек нуждается в помощи. Отраден тот факт, что сегодня наблюдается снижение уровня самоубийства на Брещене. В нашей области, конечно, по сравнению с республикой мы выглядим хорошо. То есть у нас же меньше всего суицидов завершенных, так, по сравнению со всей республикой. Поэтому, ну, можно думать, что и служба работает, и люди у нас такие более гибкие, более современные, скажем так. Однако статистика не прекращает свидетельствовать. За первое полугодие 2017-го в области зарегистрировано 133 случая суицида, в Бресте – 15, из которых один ребенок. В 90-е годы детских суицидов не было вообще. Ну, или они были спрятаны, или просто-напросто их не было, потому что не было таких сложных ситуаций. И, естественно, когда у человека кризисная ситуация, он реагирует часто вот так, как не должен реагировать. Но если он будет знать, что есть помощь, если он будет знать, что есть другие варианты выхода, если он будет знать, что можно куда-то обратиться конкретно, это даст определенные результаты, и оно уже дает. В нашей республике неуклонно снижается общее количество суицидов, и мы уже вышли на такой уровень, как я сказал, ну, еще не европейский, но уже хороший уровень, когда просто население находится как бы в стрессе, но реагирует цивилизованно, не нарушая какой-то, скажем так, европейский стиль поведения. Потому что в Европе, естественно, принято обращаться к психологам, и это один из вариантов, и наши люди все больше и больше доверяют психологам. Большие интервью с главными психологами и психотерапевтами области смотрите в субботу в итоговой программе «Бугинформ» в 19.30-22.50, а также в программе «Исповедь Брещанки, выжившей после трех попыток суицида. Жить нельзя умирать». Запятой она поставила в нужном месте, сделала правильный выбор, и ей есть что сказать. Откровение, признание, воспоминание и то, о чем сегодня молчать нельзя.